Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы общаемся с нашим гостем, президентом Федерации Тэквондо городского округа Люберцы Московской области Дмитрием Анатольевичем Фомичевым, который, конечно же, гораздо лучше меня произносит это слово, потому что сжился уже. Вообще-то что? Погрузился уже. Борьба, это искусство, это стиль жизни. Что это такое? Это ударный вид единоборств, во-первых, но, соответственно, это философия в какой-то степени. Философия, да, потому что мы не только преподаем, как бы, вот именно навыки какие-то прививаем, значит, спортсменам, но еще им даем определенные, как бы, направления в жизни, то есть уверенность, там, дисциплинированность. Психологическая составляющая. Да, соответственно, точно. Именно так. Так что вот это корейское боевое единоборство, в котором основные, значит, элементы выполняются ногами. То есть наше направление олимпийское. Вот именно наша дисциплина Тэквондо ВТФ, которую я представляю на это олимпийское направление. То есть вы говорите, что все делается ногами, а руки что? Руки тоже используются, но не до такой степени, как многие. То есть это на тот случай, если нехорошие люди каким-то образом связали, те, или уж я не знаю, что сделали, а ноги продолжают работать? Ну, когда ноги уже не дотягивали, вернее, дистанция сократилась, уже вошла в ближнюю, тогда уже придется использовать руки. Как вы пришли к этому? Сознательно. Сознательно. С чего начиналось все вообще? Вообще в целом? Приход ваш, да, вот в эту философию, скажем. Знаете, в нашей стране этот вид спорта, он достаточно молодой относительно. С 92-го года начался он как бы развиваться в России, поэтому все, кто начинали этот спорт развивать, они пришли из других дисциплин. Мой путь в этот спорт начался из бокса. Я почему-то так и подумал. Да, а потом вот уже плавно я начал как бы переходить в эту детство. Вообще на самом деле началось все смешно. У меня дети были, дочки, дайду есть, вернее, не были, а есть дочери. Так. И как бы в бокс, я не решился их отдавать. И вот так сложились обстоятельства, что я как бы дочерей отдал в тэквондо. А они не сопротивлялись? Ну, поначалу сопротивлялись, но потом так привыкли, вжились. В общем, даже очень понравились. А зачем вы их отдали в тэквондо? Ну, почему именно в тэквондо отдал? В дочерей гимнастика была бы, там, я не знаю, там, плавание. Ну, мне единоборства были как-то ближе. То есть навязали им все. Ну, можно сказать, да. Вот поначалу это было навязано, но потом уже, как бы, они когда уже поняли, насколько это серьезно, насколько им это все понравилось. И потом уже, как бы, поменялась концепция, уже перестала быть навязанной, а наоборот, стало, как бы, уже мы мотивировали их какие-то другие, там, учебу или еще что-то, именно говоря о том, что если не будешь учиться, не выучив стихотворение, то на тренировку не пойдешь. И это срабатывало на самом деле, да? Я помню этот замечательный период. Мало кто, наверное, из молодых, особенно зрителей, помнит, что когда-то каратэ было вообще запрещено у нас, каратэ. И я прекрасно помню, по-моему, в 88-89 год, когда вдруг сюжет появляется в программе «Время», и стало ясно, что каратэ возвращается. Вместе с ним появляются дальше уже позднесоветское, в раннее российское время всевозможные боевики, всевозможные фильмы, и с самыми разными вариантами. Плюс наше самбо никто еще не отменял, да, оно всегда существовало. И, конечно же, был такой период, когда каждый вид, каждое направление представлял свою философию. Вот вы говорите, вы пришли из бокса. Чем философия бокса для вас отличается, вернее, философия тхэквондо отличается от философии бокса? Сложный вопрос? Ну, не сложный на самом деле. Вопрос такой понятный, не совсем сложный. Просто как-то вот сейчас оценить, чтобы понять философию бокса. Ну, чем отличается? По сути, вообще мало чем отличается на самом деле, что такое тхэквондо, да, это единоборство, да. В принципе, любая философия спорта, она в чем отличается? Это, как сказать, слово такой философии, оно какое-то такое-то размытое и непонятное, как вот, как каждое слово философии использует по-своему. Ну, состояние, может быть. Да нет, это я понимаю, понимаю, что состояние, да, именно. Ну, состояние, во-первых, что, единоборство. Что такое единоборство? Будь то бокс, будь то самбо, будь то тхэквондо, это в любом случае человек, когда он выходит на поединок и на единоборство, он, во-первых, испытывает какие-то уже самоощущения, потом он идет к этому. Любой поединок – это большой труд. Эта философия в чем заключается в том, что ты должен быть готов выйти на поединок, ты должен подготовиться, это очень сложный процесс. То есть полное погружение, именно вот философия в этом спорта заключается в том, что погружение в этот спорт и самоотдача полная. Иначе у тебя не будет результата. А если ты не стремишься к результату, нет смысла выходить уже на какие-то старты. Но я имел в виду скорее как бы три составляющих. Это тело, это сила, это дух. Дух, ну хорошо, да, может быть, сила дух и еще ум. Обязательно. Почему? Потому что отсутствие любого, на мой взгляд, составляющей, это ломает всю красивость этой структуры. Это превращается из чего-то доброго и важного во что-то такое жесткое. Мы же наблюдали за этим, да, в те же самые 90-е годы, и чего же греха таить, это было. Причем это касалось самых разных единоборств. Но вернемся к сегодняшнему времени. Вы президент Федерации. Это звучит солидно, гордо и так далее. Как сегодня развивается, именно если говорить о городском округе Люберца, потому что, Дмитрий Анатольевич, не только у нас президент Федерации, скажите вы у нас еще, какие занимаете должности? Я еще генеральный директор Российской студенческой лиги Тэквондо. Вот, все студенты, как сказать, тхэквондошники, да, можно так сказать, дилетантские. Тхэквондисты. Тхэквондисты, да. Видите, я уже подучился, говорится. Еще немного, все интервью вы уже профессионально будете делать. Да, профессионально. Вот, и вы еще как-то связаны со Спартаком. Да, открыли комитет. Мы в РФСО «Спартак», в Тэквондо, вот не так давно, год скоро будет. Это, значит, как был открыт этот комитет. И будем, значит, в этом прекрасном российском физкультурно-спортивном обществе, народном обществе, будем вот продвигать такую спортивную дисциплину, как Тэквондо. Вот поэтому, как вы понимаете, здесь есть о чем поговорить. Но вернемся к Люберцам. Да. Как вот сейчас существует федерация, кто приходит, насколько пользуется этой популярностью, насколько вас замечают другие ваши спортивные коллеги, руководители, как помогают. Может быть, какие-то есть у вас вопросы? Знаете, огромный, понял, да, огромная поддержка, во-первых, идет от администрации городского округа. Когда новый глава Волков, он очень проникся нашей идеей, вот именно развития спорта, этого прекрасного вида спорта Тэквондо Олимпийского на территории городского округа. Сурков Владимир Владимирович, вообще весь совет депутатов поддерживает. А вы представили какую-то программу? Она уже была представлена, эта программа. Во-первых, мы уже на протяжении длительного времени, я так скажу, с 17-го года, ежегодно здесь на территории, вот в этом дворце спорта проводим всероссийские соревнования, кубки среди студентов. То есть сюда съезжаются спортсмены, студенты со всей России. И до тех вот, к тому времени, когда еще не было закрыт вот этот, ну, для нашей страны выезд на международный старт, мы здесь проводили отбор на всемирную летнюю универсиаду. То есть спортсмены победившие получали путевку на это мероприятие, ехали, представляли нашу страну вот на таком важном очень турнире. Ну, то есть это уже как бы намоленное место, как говорят. Да, очень намольное. Вот буквально совсем недавно в декабре у нас проходил Кубок России среди студентов, прямо открытый. У нас даже туда приехали спортсмены из Малии, представляете, из Африки. Приехали спортсмены, студенты, чтобы выступить здесь в Люберцах на этом турнире. Поэтому тут уже мы здесь... Получается, да, вы продвигаете Люберцы. Люберцы должны продвигать вас. Мы все делаем взаимно. У нас как бы это такой абсолютный симбиоз Люберцы и спорт. Потому что Люберцы – это вообще территория спорта. Я знаю Люберца и все с тех пор, когда он гремел на всю страну, как самое спортивное было такое место, самое спортивное. Все знали Люберца, как территорию спорта. Ну и сейчас по-прежнему гремит нас практически каждый раз, когда мы встречаемся, у нас обязательно... Две главных темы у нас есть – врачи и спортсмены. Это тоже сила и дух, да, как вы говорите. Но вернемся к самой Федерации, потому что нас могут смотреть сейчас родители, дети, какие-то люди, которые заинтересованы в том, чтобы хотя бы понять, что это такое, где они могут, как поступить, куда нужно идти, куда надо обращаться. Либо, я имею в виду, те, кто только начинает, либо уже профессионалы куда-то... Как это работает система? Ну, знаете, мы вообще... Что такое профессионал? Профессионал – это уже спорт высших достижений. Я думаю, что сейчас надо, если родителям это интересно, конкретно надо сейчас акцент делать на развитии массового спорта. Потому что эквандо – это один из самых распространенных вообще в мире видов спорта. Он активно, очень развивается уже у нас в стране активно. И поэтому наши все секции спортивные школы открыты в образовательных учреждениях. Мы ведем там воспитательную работу, педагогическую работу, потому что все мои тренеры, которые работают у нас в Федерации, все у нас имеют спортивно-педагогическое образование, все выпускники вузов, у всех есть тренерские категории. И цель наша основная – это оградить детей от тлетворного влияния улиц. Это прямо прежде всего вот эта задача перед нами стоит. Это тоже та самая философия. Да, та же философия. Потому что еще я считаю, что чем меньше у детей свободного времени, тем больше у них есть время на то, чтобы все получать. И образование, и физические навыки, и все. То есть, когда есть свободное время, сразу начинается расхолаживание. Поэтому, если кто-то из родителей, допустим, смотрит и думает, вот сейчас спорт может помешать образованию, я вас уверяю, вот у меня одна, моя младшая дочка занималась спортом, а тэквондо активно сейчас учится в медицинском институте в первом. И это не мешает абсолютно. А вот тэквондо – это такая история. Вот если ты в него вошел, в эту культуру, выйти оттуда уже невозможно. Очень сложно. Можно, конечно, выйти, но все равно, если уже придется выходить, и с тем дальше ты уходишь, погружаешься в эту атмосферу, в эту культуру, тем сложнее. Как правило, нет таких, кто, допустим, дошел до каких-то вершин определенных в этом спорте, что он навсегда взял, так и ушел. Так не бывает. Все равно, в любом случае, каким-то образом человек имеет и уже начинает отношения. Многие становятся тренерами, многие каким-то образом продвигают вообще спорт или бы этой дисциплины на разных уровнях, в разных своих положениях. То есть, вот как-то так. Вот вы сказали о соревнованиях и о студенческих соревнованиях и так далее. Тут еще такой очень важный момент. Соревнования, они же бывают разные, игры бывают разные. А здесь важно, даже самый маленький участник этого процесса, он рано или поздно должен с кем-то провести бой, правильно? К этому нужно готовить. А бой – это не всегда победа, иногда это поражение. Вот психологически тоже нужно настраиваться на это. Ну, знаете, во-первых, на самом деле поражения они гораздо дают больше, чем победа. Поэтому мы детей учим тому, что если сегодня ты проиграл, это не значит, что ты завтра проиграешь. В результате у тебя больше устремления, у тебя перед тобой будут другие цели стоять, победить в любом случае. Это, во-первых, воспитание характера. Проигрыш – это та же победа. Это уже победа над самим собой. Если ты проиграл и вышел в следующий раз на поединок, значит, ты уже победил. Ты уже победил. Потому что в жизни она не только из побед состоит, это и в спорте, и в жизни ты можешь проигрывать где-то совсем в других поприщах, просто проигрывать. Если ты будешь сдаваться после каждого проигрыша, значит, ты не проходил ту необходимую программу воспитания. А мы именно занимаемся этим. А где можно записаться к вам через госуслуги или через что? Ну, в образовательных учебных заведениях, по городским полюберцам у нас есть секции. То есть обратиться туда, записаться, всех берут или кому-то могут дать отвод? Вы знаете, вот я как раз на эту тему хотел с вами как раз вам еще рассказать одну. У нас сейчас мы продвигаем такую программу, как адаптивный тэквондор. Уже есть опыт определенный, потому что у нас, как бы, наше общество состоит из тех еще людей, которые, в принципе, имеют определенные ограничения. И мы не имеем права просто взять и отвернуться от них, и не дать им возможность стать членами общества, которыми они должны быть, и которые они заслуживают места. И поэтому у нас, как будто сейчас мы, кстати говоря, вот сейчас в воскресенье у нас здесь, в Люберцах, мы начинаем такую программу, запускаем при поддержке администрации городского округа, главы городского округа, спорткомитета, совета депутатов. Мы запускаем программу тэквондо для всех. Вот давайте сейчас здесь сделаем паузу и начнем нашу вторую часть разговора именно с этой программы. Тем более, что она совсем скоро у нас состоится. У нас в студии Дмитрий Анатольевич Фомичев, президент федерации тэквондо городского округа Люберцы Московской области. Все лучше и лучше у меня получается. До встречи! Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в студии Дмитрий Анатольевич Фомичев, президент федерации тэквондо городского округа Люберцы Московской области. Итак, в воскресенье еще раз, как называется программа? Тэквондо для всех. Так, и что это означает? Это означает, что в принципе тэквондо могут заниматься практически все. По мне, я вообще ограничений для того, чтобы этим заниматься, видом не вижу. Ну, то есть речь идет, а вот кто в этой программе будет участвовать? В этой программе будут участвовать особые детки. Это аутисты в основном, дети, которые считают ограниченными. А я, например, считаю, что они вообще не ограничены. У меня есть как будто опыт считать так, как я вот именно считаю. Потому что у нас вот было недавно соревнование детское, такой внутренний турнир. Значит, Кубок Спартака здесь Люберецкий для федерации. И на этом турнире у нас участвовали дети, именно вот аутисты, которые уже занимаются по этой программе. И они у нас занимали призовые места на этом турнире. Единственное, не в спаррингах, понятное дело. У нас есть еще там как бы тэквондо, это же не только спарринг, не только бой. А еще есть такие элементы, которые готовят дети к этому. Допустим, индивидуальные выступления. То есть, типа показатели, да? Ну, как базовая техника есть, показатели элементов базовой техники. То есть, грубо говоря, имитация ударов, защиты блоков. Потом там разбивание досок, удары на скорость, удары на силу. То есть, вот такие еще элементы мы как бы тоже продвигаем. Потому что как бы это тоже требует определенной дисциплинированности, определенной отдачи, определенных навыков. Не обязательно выйти сразу, начинать, кто сильнее. Я считаю, что мы не должны обделять тех, кто, допустим, не способен по медицинским показаниям вот именно выходить на такие. И мы поэтому для них будут устраивать вот такие вот именно программы. Готовим их так же, как тех, которые выходят на спарринг. Они изучают ту же базовую технику, что изучают все остальные. И вот эта программа будет во сколько начала, где будет проходить? Смотрите, у нас сейчас будет, получается, в воскресенье, здесь во дворце спорта «Триумф» с 10 утра до 11. Это будет как бы первый такой старт, скажем так. Это будет демонстрационное занятие, ознакомительное. Может, если кто-то из детей придет в форме спортивной, он будет сам поучаствовать. Кто-то, значит, просто с родителями посмотрит. Ну, там как раз приедут детки, которые уже занимаются у нас по этой программе. Они там у нас, кстати, уже и пояса недавно получили, уже цветные. Поэтому вот они продемонстрируют те навыки, которые они приобрели вот в ходе вот этих занятий. Или расскажут, может быть, о том. На самом деле, вот это, понимаете, вот эти дети-аутисты, они как бы большинство из них, они очень замкнутые дети. И нам, чтобы вот через этот спорт, они уже начинают, вот так, что вот у нас ребенок один выступал, и мама сказала, что вот он раскрылся, он не стал бояться. Для него вообще шум был страшный. А вот здесь была публика 200 человек. Он не отдельно, мы для них делали это выступление. Они выступали вместе со всеми. То есть 200 человек спортсменов и 600 человек родителей, потому что это дети. И ему не было страшно. Он был счастливый, довольный. Он вместе со всеми там удары на скорость проводил, там базовую технику подемонстрировал. И не боялся никого. Ну, то есть получается, что если серьезно и внимательно подойти к этому вопросу, не только к Тхаквандо в данном случае, а вообще к какому-то, вот как вы правильно сказали, увлечению, да, ребенка, то это может стать каким-то одним из способов, но если не лечение, то по крайней мере, какой-то такой стабилизации его, вот этой социальной жизни нашей. Не то, что вот стабилизация. Вообще можно, я считаю, что вот этого ребенка можно просто вот ввести в социум, он будет не будет себя чувствовать каким-то... Ну, ему будет легче, чем те, кто не будет этим заниматься. Конечно. Ну, и тут самое главное, не просто, если вы, как вы говорите, просто чем-то ему заниматься, он может ходить с палками, да, вот по городу, и думать, что он сейчас возвращается в социум. Нет, здесь ребенок, у него должен быть целеустремленным. У него должна быть цель. Не просто он пришел и так вот я вернусь в социум. Нет, он должен получать пояса, он должен получать награды. То есть он должен ради чего-то заниматься. И он должен это понимать. Я вот занимаюсь для того, чтобы выступить на соревнованиях и получить медаль, получить гарамон. Или вот я сейчас занимаюсь для того, чтобы вот я вместе со всеми пойду детками и воздам на пояс на очередной. Тут надо не только их вот именно возвращать, но надо им мотивировать каким-то образом и стать целью, чтобы он достигал до этих целей, преодолевал и шел к следующей цели. И тогда он просто перестанет считать себя особенным. А самое главное, он будет считать себя особенным, уже перестанет, когда родители перестанут его таким воспринимать. Да, 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 потому что они будут... Ну, вот сейчас будет такой важный вопрос, я не могу его не адресовать. Касается он, наверное, прежде всего тех людей, тех наставников, которые работают. Почему? Сейчас я объясню. Опять возвращаюсь к самому простому, кино. Наверное, вы как опытный человек... Ну, сейчас действительно есть, наверное, хорошие фильмы, где вполне себе похожи на Тхэквондо. Ну, то есть вы не сильно смеетесь, как, может быть, там, в 90-е годы. Но всегда в кино, какая бывает затравка? Есть белый герой, то есть хороший, и есть тот же самый, они вместе где-то обязательно учились, вместе, значит, их ему-то научили. Один служит на чёрной стороне, другой служит на светлой стороне. Вот тут возникает вопрос. Вы можете подготовить человека, да, сделать его сильным, целеустремлённым, и, как мы понимаем, во благо. Но ведь человек может уйти, да, на чёрную сторону. И мне кажется, что здесь, наверное, зависит от наставников, потому что, ну, конечно, каждый человек делает свой выбор, тем не менее, есть же такая опасность. Всё-таки вы занимаетесь непростым делом. Знаете, на самом деле, когда человек, понимаете, кто самый опасный вот в тёмных переулках, как вы считаете, спортсмен, у которого есть навыки, которого бы участвовал в спаррингах. Нет, я считаю, что наркоман с ножом гораздо опаснее, чем любой подготовленный человек спортсмен. Ну, разные бывают. Ну, в ряд, это очень мало. Нет, естественно, я считаю, я не могу прям так сказать, что сейчас, да нет, вы что, мы там такую работу ведём над ними, что они вообще таких мыслей себе не допускают. Это человеческий фактор. Но я думаю, что процент, если брать процент тех, которые воспитывают улицы, и те, кто воспитываются в зале, то он вообще не соизмерен. Не соизмерен. Вообще абсолютно. Может быть, могут быть отклонения. Никто от этого, просто нельзя сказать, что этого нет. Возможно, кто-то может использовать свои навыки для того, для агрессии. Но я считаю, что это вот 99,9, и там, это могут использоваться только для защиты слабого. А что ещё планируется в этом году? Какие соревнования, какие встречи? Ну, традиционные уже студенческие у нас все мероприятия, которые были с 17-го года. То есть будут? Обязательно. Это будет у нас в апреле месяце будет всероссийские соревнования среди студентов. Но из-за того, что у нас сейчас нет выездов на Всемирный универсиад, сейчас у нас, кстати, вот Всемирный универсиад в этом году должна была проходить в Екатеринбурге. Да. Из-за того, что внесли ограничения, вот эти ввели, и, соответственно, перенесли на Китай, и нас как будто оградили. Но наша страна, так как мы подготовились к этому мероприятию, у нас будут проходить... Своя ввели. Да, будут студенческие игры проходить в Екатеринбурге. И, соответственно, мы туда приглашаем дружественные страны, такие вот, например, как Мали, которые, Белоруссию, там, ну, все, кто хотят, мы для всех как бы открытые. Понятно. И вот, соответственно, вот на этом турнире, на всероссийских соревнованиях среди студентов, будут отобраны сильнейшие вузы для участия в этом мероприятии. У нас здесь в Люберцах в апреле месяце. Приходите, посмотрите, по-болейте. То есть это главное, да, событие для Люберц? Ну, для Люберц, вот именно по нашему направлению тэквондо, да, это самое главное. Также проведем внутренний турнир, кубок проведем Спартака обязательно в этом году. И кубок, опять же, кубок среди студентов, это уже ближе к зиме осенью проведем. Как Люберецкие-то выступают? Замечательно. Лучшие. Продвигаете? Конечно. Или по-честному? Нет. У них огромный потенциал, большие возможности. А как еще может иначе, когда с ними работают лучшие? Вот так вот, ведь прям как девиз. У меня такой вопрос, тоже традиционный, но я думаю, что вы, наверное, давно не задавали. Все-таки существует много видов единоборств. Их правда. Кто-то что-то скрещивает. Ну, наверное, вот как природа, да, что-то появляется, появляется подобное. Извините, даже так, один цветок такой, второй совершенно другой, но тоже из земли растет. Вот. И, например, начинается. Я там самбо, а я дзюдо, а я там и так далее. Вот это действительно такая вот жесткая конкуренция? Или вы все дети одного какого-то большого правильного лагеря единоборств? Я считаю, что мы все дети одного лагеря – это спорт. Это такой прекрасный лагерь, который называется «Спорт, физическая культура, здоровый образ жизни». Вот это огромный лагерь. Пусть свое топят. Пусть топят. Это топят те, кто еще не дошел до высшей предела философии. Потому что, например, я не могу говорить, вот ты любишь Эквондора, а ты занимаешься или боксу. Две у тебя дожду в дисциплине. Нет, я люблю все. Мне нравится керлинг. Мне нравится вообще все, что если кто-то занимается чем-то, спортом. Мне керлинг тоже нравится. Да, достойно уважения. Мне ближе, кстати, будет чем-то. Кстати, мне нравится керлинг. Это не шутка. Нет, я тоже говорю. Вот, и поэтому я считаю, что каждый… Дорогой, кстати, вид спорта. Да, очень, на самом деле. Каждый спорт достойен уважения. Прямо без всяких… Ну, то есть у вас нету там, что… У меня нету. Самбо, да, один. У меня такого нету. Может быть, у кого-то есть, у меня нет. Я уважаю любого человека, который занимается спортом, любую спортивную дисциплину, потому что она дает возможность людям совершенствоваться, развиваться, дисциплинироваться и как бы делать нашу жизнь лучше, потому что этот спорт, он объединяет. В Олимпиаде, когда начиналось, все войны прекращались. Да, да, да. Поэтому вот этот спорт, этот… Сейчас такая важная история. Но еще такой момент. Вы сами сказали о своих дочках замечательных, и тут как бы вопрос вроде как и не напрашивается, но я все равно его адресую. Когда-то считалось, что единоборство все-таки для мальчиков, для мужчин. Сегодня мы видим, что масса женских турниров проходит, опять же, по самым разным видам единоборств. То есть, это такое… То есть, нет сегодня уже мужского исключительно единоборства? Или все-таки разница присутствует какая-то? Ну, в каких-то дисциплинах все-таки есть такие вот, как бы, ну, немножко сдерживающий фактор, да? Вот, допустим, в Тэквондо в нашем у нас нет, у нас наравне проходят турниры. Ну, то есть, одинаковые и женщины, и мужчины, количество категорий одинаковое, как бы, и количество участников. Порой даже бывает, что по-череди женщин больше, больше заполняемость некоторых категорий. Поэтому, ну, вот на собственном опыте могу сказать, что вот у меня никаким образом, да, да, у меня, ну, младшая дочь, я говорю, пошла учиться в медицинский институт, у нее цель была медицина, она просто за старший тянулась, как бы, отходила на ее дисциплинированный спор, она там до КМС дошла в 15-летнем возрасте, и, как бы, потом уже сказал, не тратили все, мне надо уготовиться. Я свое сделал. Я, наверное, до программы, ну, черный пояс получила, КМС сделала, вторая на первенстве России стала, все, все программа выполнена, которую я вам, как бы, должна, теперь у меня только учеба. А старшая она вот дошла уже, как бы, она и мастер спорта, и, соответственно, вот сейчас закончила институт физкультуры Рыгу с красным дипломом, сейчас учится в магистратуре. В общем, по-вашим стапам. Да, она прямо вот, на такая, нацелена на спорт, и, кстати, вот тоже она сейчас начинает, уже закончила спортивную карьеру вот в этом году, в 22-м году, и сейчас будет уже тренировать здесь в Люберцах. Последний вопрос, ну, как бы, не могу тоже его не задать, а есть запрещенные приемы? В Тагмадо? Да. Ну, конечно, есть, допустим, нельзя. Но если они есть, почему они запрещены? Нет, нет, не понял, я не так вопрос понял. Вы имеете в виду, что то, что мы, как бы, не показываем, втихарят, типа, да, вот, 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 а есть какой-нибудь, знаете, как вот всегда ходит, как в кино, ага, там, и целое кино можно снять. Да, 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 сейчас я покажу запрещенный прием. Да, 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 таким вот такого нет. Нет. А вообще есть в единоборствах других запрещенные приемы? Ну, это запрещенные приемы. Я имею в виду, запрещенные правилами, понятно, а просто вот, которые могут привести к каким-то нехорошим посетям. Да, наверное, есть, я не хочу там разочаровывать публику. Публику, который смотрит кино, там, всякие фильмы, там, это, убить Билла, там, где вот он там двумя пальцами, она там убивает человека. Это такое, конечно, наверняка, не есть. Мы таки хотим, чтобы приемы были только психологически чистые. Абсолютно. Зачем убивать человека, вот это, даже к этому готовить? Понятно. Поэтому напомним, что в воскресенье, давайте, куда приходить? В воскресенье, во дворце спорта «Триумф» будут проходить первые занятия, это будет как демонстрационные занятия, ну, открытые, то есть можно принять участие в этих занятиях для деток, особенных деток, не буду прям конкретно называть, это, да, скажем, особенные детки, и для них будут проведены эти первые занятия. Вообще планируется в дальнейшем уже делать это систематически, занятия еженедельные, там, раз-два в неделю. Традиционные. Традиционные, будем с ними заниматься. Сейчас просто покажем то, что уже наработали, какие есть примеры, как бы вот, этой деятельности. Спасибо. Дмитрий Анатольевич Фомичев, президент Федерации Тхэквондо, городского округа Люберца Московской области. Вот удалось мне, как мне кажется, нам поговорить и о Федерации, и вообще о виде спорта, и о мифологии, обо всем на свете. Спасибо огромное. Напомню, что это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова